всем привет решил все же снять видеоролик для тех кто хочет попробовать повырезать что-то многие просто пишут спрашивают с чего начать как попробовать сам учился на ю тубе тоже никто меня не обучал может как-то доступным языком больше объясню потому что самому много что-то непонятно было и вот считаю что для начала нужно купить то что находится в любом хозяйственном магазине конечно можно резцы профессиональные уже покупать но для того чтобы попробовать можно мне кажется обойтись обычным косячком который есть в любом хозяйственном магазине дает резец меня уже заточен нормально поэтому я купил специально новый чтобы вместе с вами заточить заточку я тоже осваивал долговато до той степени чтобы он резал дерево на заточить вот 0 еще заводская заточка заточим вместе с вами взял пасту боя нужно еще будет вам найти ремень кожаный или войлочный круг на валенки не пытайтесь на валенки я пробовал не очень получается как-то заточить также наждачка потребуется можно брать 800 зерно потом тысячное двухтысячное ну и трехтысячное можно ну я сходил этот магазин таких не было 1200 600 вот теперь на 600 и потом 1200 внутри на трехтысячный затачивать будем потом на пасте боя досочки разделочные березовые тоже есть в любом хозяйственном магазине можно такую можно такую цена 250 рублей ножик так сколько 150 где там стоит и паста 80 рублей это тоже там копеечный наждачка ну в общем выйдет у вас 500 рублей вот так думаю это недорого чтобы попробовать профессиональные уже более менее рисы покупаю на озоне фирма татьянка по 600 рублей косичок ой топорик вот он 900 что ли вроде брал остальные косички такие он как бы более намного удобнее конечно чем чем такой и такое можно таким можно срезать я делал первое время пытался делаю из ножовок там всяких из чего-то еще там пытался сделать 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 то делал но резать они не особо резали то что там заточить труднее здесь уже угол есть довести только маленько дома вот знаю так что смотрите на озоне там есть и наборы 600 рублей думаю нормально если кому-то заинтересует резьба уже будете закупать там на вал борисе татьянку я не нашел вроде бы нету и есть конечно там резцы по две-три тысячи там сталь уже думаю совсем не такая как здесь этими порезал сколько месяца 203 уже режу вроде хорошо держит так принципе за . смотрим я как бы не считаю нужным переплачивать там две-три тысячи если за 600 рублей тоже режет так что сейчас будем доводить до ума резец вырежем что-нибудь простое подумаю ну может какой-нибудь цветочек сделаем бортик какой-нибудь небольшой но такой простенький по чистоте буду также резать как думаю вы будете резать по чистоте на это внимание не будем обращать конечно первое время можно даже не думать по чистоту волокна там соблюдать эту волокнасть как-то не особо понимал сперва вот это же такое сидел урод из это из кухонного ножа но кстати тоже ничего режет так для для черных работ какой делал так лежат на память все режет принципе на специализированные сердце все равно лучше это богородский нож кстати хороший получился это старый нож был старый старый металл все-таки старый не то что сейчас вот штихель 1 миллиметр это самодельный но для начала начинающих тоже штихель это хорошая вещь для контурной резьбы профессионального нету этот хорошо режет просто я карандаш рисуете рисуночек и так прорезаете но сперва чем-нибудь черным можно покрасить и вот когда прорезаешь белое вот это вот остается красиво получается ладно сегодня попробуем косячок довести до ума и вырезать записываю сижу записываю а там уже оказывается запись то и выключилась схема я зря резец только новый покупал уже почти его довел увидел что они записываются ладно еще раз показывают но уже поменьше берем вот 600 или 800 бумагу буду поглядывать записывал укладываем угол заточки здесь уже есть и я уже здесь не буду водить покажу на которые довожу уже и вот такими движениями потихоньку не торпясь угол не теряем в одну сторону другую здесь укладываем полностью чтобы он лежал в плоской и вот такими движениями точим смотрим на солнце на свету будет поблескивать заусенец появляться значит еще нужно точить вот такими движениями на 800 на 800 до берите в плоту не шестьсот а так он потом когда заусенец уже появится из одну видно будет острее берем уже тысячную 1200 на ней это такие же движения вот маленько есть заусенец на станках первое время делаем делаем заусенец этот потихоньку будет стачиваться затем уже берем трехтысячную двухтысячную и доводим на ней вот маленько есть заусенец на станках первое время вообще не рекомендую затачивать возюкался когда учился заточном станке точить самодельный резец делал первый мой резец был это из ножовки с аудеповской металл там конечно более менее был нормально но я не мог угол поймать который который будет хорошо резать здесь уже как бы и в любом магазине продается хозяйственным строительным и угол заточки уже как бы есть тот который нам нужен и вот я пробовал точил точил и он все равно никак не резал нормально но первое что я вырезал это было вообще канцелярским ножом опасно канцелярским ножом резать никому не рекомендую он как бы очень тоненький там есть еще продаются такие наборчики типа резьба для резьбы по дереву там металла миллиметра мне кажется даже нету и вот такими резцами лучше не резать они ломаются или все руку воткнете когда-нибудь со склизняться сломаться но я как-то умудрился вырезать первую первое что вырезал это под подставочку под карандаши цветок скульптурная резьба второе это вот этим уже самодельным резцом сделал медведя поэтапно в интернете есть там картинку нашел поэтапная резьба медведя у меня на канале видео самое первое есть как я вырезал в принципе похоже был на медведя и потом понеслась темам это понравилось наткнулся на ю тубе на видео ролик гравером тоже можете приобрести гравировальная машина это есть бор машины конечно они получше но он дороже можно гравер взять то там вырезал мужичек голову этого волка заинтересовал эту тему я начал как бы изучать смотреть ролики вот понеслась как бы это началось у меня с этого конечно видео роликов на ю тубе много не хотел снимать вот эти обучающие ролики думаю так вроде вы там хватает учителей на люди пишут покажи то покажи другое как что начать начать попробовать и так как я учился сам в какой-то школе не в тюрьме как многие резчики с тюрьмы так кстати хорошие резчики из тюрьмы уходят я учился на ю тубе как бы тоже сам и думаю все какие мне были непонятные нюансы буду сам рассказывать если вам интересно пишите еще снимать такие ролики или не снимать надо не надо вот и поглядываем пару раз так и поглядываем думаю если как у меня болтоватская заточка что на каждой бумаге примерно по 10 минут вот так заточки получается и все вот я уже смотрю заусенец уже не поблескивает думаю уже можно на пасту переходить думаю найдете кожу какой-нибудь кусок кожи ремень либо войлок войлочный круг можно тоже купить на так сказать вот так вот она намазывается какая-то печальная паста на валенки пробовал думал войлок войлок какая-нибудь валенок тоже из войлок но что-то на валенки не хероватенько получается скажу наждачку ложим на ровную поверхность какую-то не без всяких этих изгибов чтобы ровно было вот маленький заусенец видно уже остался войлок войлок это войлочный круг вот такой вот это тоже на нем довожу шуруповерт соляется если кого-то есть здесь тоже аккуратненько чтобы угол не потерялся ничего напасть уже доводим до конца смотрите попробуем чего-нибудь поврезаем каждый поймет что ему больше интереснее геометрия там плоскорельефная скульптурная контур на всякие резьбы у меня тоже кожито надо было приклеить мне как-то больше геометрия понравилась плюсом добавляют в нее адольфовку в простонародье это всякие узоры еще там нарезать плюсом геометрии как бы видео уроки у Адольфа Юрьева на канале на ютубе тоже есть много также смотрю Беляева Лепина мастера тоже хорошие Лепин по геометрии больше одним топориком он кстати и продает Беляев плоскорельефную скульптурную резьбу больше любит мне кажется смотрел же там раньше по заточке тоже заточку долго осваивал почему не мог это может просто такого резца не было у меня самодельные то что были плохо они резали постоянно заточку осваивал там казалось как-то все просто но на деле ни фига не резало ну мне кажется вроде понятно объяснил на наждачке сперва на 800 на 1000 2000 3000 такими движениями вот вложите вот так вот угол выключается постоянно угол заточки понятен и вот так проводим обратно не надо вести довели до конца подняли и обратно вот так вот кто-то там вот так вот точно более правильно такими движениями чтобы заусянец выходил сюда что вырезать думаю цветочек проще всего вырезать то есть жене досочку разделочную подарить то есть кожа у меня уже подуставшая от вот это должно быть хорошо все наклеено менять надо вот вот вроде все нормально вот так смотрим на солнышко на свет сенсорת с обеих сторон значит должно быть нормально возьмем себе маленькую вроде нормально этот не к чему клеит чтобы понятно было берем карандаш волокна я не знаю как с первого раза до меня не особо понятно было волокна вот так вот они идут здесь вот так вот таким образом поперек волокна это вот так вот пока так покажу прям вот берите такую досочку или такую и как показываю так и режьте здесь волокна одинаково идут вниз торцы резать не будем сегодня порежем просто в бока потом упираем палец в карандаш где-нибудь сантиметр в карандаш уперли и в бок заготовки без всякой линейки проводим все потом тоже можно на глаз середину найти сделаем просто так выем очки такие главное технику безопасности соблюдать на руку не резать рука не должна быть впереди если если будем резать здесь рука остается всегда сзади резца резеты берем вот так таким образом рука должна быть лежать конечно иногда приходится чтобы она висела но если у вас здесь руки нету ничего страшного лучше чтобы она висела если даже скользнет то ничего не порежется на себя тоже лучше не резать если она висит а то еще вы в живот себе вот знаете вот первый мой самый такой шрам это было три года назад нарды резал рука была на весу а это рука в сантиметрах сорока внизу резец соскочил и я до гости разрезал мясо после этого технику безопасности соблюдаю и всем рекомендую ни разу больше после этого не резался берем конечно неудобно не знаю оставить может первый раз если будете резать так чтобы удобнее это вам было ну вот так в принципе безопасно держите одной рукой заготовку второй потихонечку начинаем углублять вот такие вырезаем полукруги глубоко наверное не будем делать отступаем еще немножечко не видно я эту руку упираю как бы в боксе в живот не так что она у меня просто так болтается можно положить даже над чистотой не будем работать это уже так современнее придет здесь какой-то сучок что ли был режу как как будто бы я сам первый раз чтобы вам понятно было начистоту не буду обращать внимание и не стараться вот тоже видите здесь режет кожу маленько надо отступить можно какую-нибудь перчатку одеть здесь скакает иногда вот все с этой стороны порезали или торцы можете пока не резать либо вот так вот не глубоко как же ни другим способом так неудобно будет так уже как бы опасненько маленько так что вот таким способом безопаснее всего здесь волокна видите про что я говорю первое время непонятно почему что такое волокна как почему из них резать по волокнам надо вот так они уходят сюда и когда вот так вот начинаю видите оно скалывается откалывается так поэтому нужно перевернуть заготовку на камеру даже не очень удобно и все уже не скалывается так что смотрите если резец как бы уходит туда в глубину скалывает переворачиваете заготовку переворачиваете заготовку 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 из двух Нарезали, потом возьмем самый простой цветочек, в центре кружочек и рисуем. Руку уложим, держим заготовку, так, опять волокна уже эти тут все, ну, короче, повторяйте за мной, я не знаю, вот так вот волокна идут, вот так вот они тут идут, если кто-то поймет, что такое по волокнам, начинаем сверху, вот так втыкаете, глянько, и как бы утапливая его, прорезаем вовнутрь, все, заточка говно, металл, заточку не держит. Сейчас еще раз доведем, так, это втыщечная, видите, заусенец появился, все, значит, резец надо точить, иначе отрезать не получится. Как бы все, показываю как есть, как и будет, с чем столкнетесь. Ничего не обманываю, как некоторые, за кадром все вырезают, переделывают. Вот, исчезло немного, еще есть. Вот этим отличаются дорогие резцы от хороших, ой, дорогие резцы от дешевых, качеством стали, заточку держит. Вот, вот, как я уже купил, еще не точил, даже не разу, два месяца уже режу. На пасе ГОЯ только доводишь, и подводишь маленько. Крыточку держит хорошо, сталь. Рызцы за 2 тысячи, наверное, вообще там качество стали на высоте. Ну, не знаю, что-то жалковато денег. Пока и этими режет Татьянкиными нормально. Эту руку держим, эту руку уложим. Попробую прорезали немножко. Глубоко это не режете. Маленько провели, передвинули. Провели, передвинули. Если сейчас так вот пойти дальше, можно вот так вот над колами. Надрезали, вытащили, надрезали, вытащили. Березка, конечно, тяжело отрежется. Березка, конечно, тяжело отрежется. Не осина с липой. Осина с липой, самая ходовая. Для резьбы мягонькая. Вот даже не соблюдая волокна, прорезали по кругу. Сейчас бы лучше взять какую-нибудь выборку. Конечно, проще было бы подобрать. Но режем уже одним резцом. Поэтому берем, немножко утапливаем туда и как бы подрезаем. Руку впереди не ставим. Всегда остается сзади. Вот, не соблюдая волокна, даже грязновато получается. Но вырезается. Вам так проще будет понять пока что. Если по волокнам резать, это надо было бы сперва вот так вот проходить. Потом переворачиваем. Вот так вот по волокнам режется. Скол пошел. Уже с этой стороны подрезать. Но это потом. Вы чувствуете просто резец сперва, как режется. Конечно, первое время грязище получается. Вот так вот вырезали. Потом наряжем лебесточки. Наряжем лебесточки. Вот так вот. Такая топорная работа будет у нас. Так же нужно прорезать все лебесточки по контуру. Вот так вот режете. Надавливать только приходится сильнее. Так как это береза. Усилия много приходится передавать. Видите? Эта рука всегда сзади. Прорезали. Прорезали. Начинаем другое резать. На камеру все это неудобно на утянутых руках. Думаю, тут трудного ничего нету. Все понятно, как дважды два. Главное технику безопасности соблюдать. И резец хорошо заточите. Тогда будет резать, если плохо заточить и поленитесь. Конечно, я понимаю, что в первый раз самому быстрее хотелось повырезать. На заточку особого внимания не уделял. Но как заточить, так и порежете. Можно использовать какой-нибудь упор. Досочку с рацинкой прижали. Все, у вас уже дополнительный упор есть. Взяли. 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 Да, давно я таким косичком не резал, конечно, это непрофессиональный Намного приятнее режется, ну ладно, как вы режете, так и я буду Я не думаю, что первое время всем хочется купить какие-то резцы дорогие Или что-то сразу, кто-то просто хочет попробовать, вообще понравится, не понравится Вот видите, опять заточка слетела Поэтому попробовать, конечно, лучше таким Попробуйте, если понравится, то уже купите что-то попрофессиональнее, получше Резы Можно его закалить, попробовать еще Закалка наша, гаганда Закалить видео уроков на ютубе дофигища Потом греете горелкой и в масло окунаете Думаю, тогда заточка намного лучше будет держать, чем пивоцкая закалка У меня вот у этого резца заточка не слетает какой-то Что-то попался с такой браковым Этот я даже не накалил Хотя одинаковый Видео, наверное, длиннющее получится Не знаю, загружу или нет его Таким важно Несколько частей придется Загружать Ну все Сейчас Фон подбираем Такими движениями Потихонечку Не торопясь Зарезаем Зарезаем Сильно не углубляемся Также Волокна Сейчас не будем соблюдать пока что Я вот когда начинал резать, я не понял, что такое по волокнам резать Что это такое? Вот где я Не зарез, там зарезаем Какие волокна Что я говорю Какие волокна они там Блин Так я не понял Сперва Поэтому Как сам начинал резать Так я объясняю Сперва Вот Вот так вот Волокна особо не соблюдал Когда Учился Потом Уже Начал Вникать Когда Скалываться Что нужно Как-то по-другому По-другому Резать По-другому Хочется Конечно Как-то Поудобнее держаться Вот так Вот Резать Да По-любому Сто процентов Соскочит Хана Пальц Можно Заготовку Саму И Вертеть Приходится И Поэтому Струбцину Не Прижмешь Особо Вот Здесь Волокна Нарушаем В принципе Надо С этой стороны Резать И Идем Против Системы На первое Время Даже Грязная Работа Сделанная Своими руками Кажется Красивая У меня У родителей Висит моя Разделочная доска Которую я по сосне резал Сейчас Мама На кухне Висит На память Сейчас Когда Вижу Боже Мой Что Я резал А в то время Казалось Красиво Сейчас Думаю Это Даже Стыдно Показать Кому Момент В то время Казалось Красиво Сделано Своими руками Думаю Так Вот Грязноватенько Но Цветочек Есть вот этого если резать по волокнам таких вот косяков не будет если по волокнам я начинаю резать уже они как бы подрезаются и уже чистенько получается ну пока так не делайте я говорю вам понять лишь бы попробовать можно и не по волокнам резать разница как в чистоте сейчас отделить цветочки лебесточки отделяем так раз глаз так вот цветочки отделили можно вообще-то трудновато будет если не соблюдать волокнасть утопить маленько бы это все подрезать подрезаем копущу так вот 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 самая легкая конечно рекомендовал бы начинать вырезать контурным резцом штихелем контурные рисунки смотрится вполне симпатично и там вообще трудного ничего нет красите в черный цвет гуашью можно черный потом берете штихель а ну справа переводите какой-нибудь рисунок наносите рисунок есть на черном через переводку можете сами нарисовать и там вот если штихель есть у вас березовая доска даже фанера на фанере тоже режет просто вот так вот вводите волокна там вообще нет можно не соблюдать вводите и все красиво получается на черном белое такое выделяется рисунок ну мне писали можно как-то не контурные вот эти рисунки что-то сразу посерьезней ну посерьезней поплоскорелевно проще и никуда вот так вот не соблюдая волокнасть какой-то простой цветочек там огурец что-то на разделась на доске все можно мясо кусок вырезать какой-нибудь стейк стейка косточки фрукты овощи давайте еще чем конечно для такой не очень для меня очень красиво какой-нибудь завитушку еще сделаем сюда добавим типа листика маленько посимпатичнее было но ничего страшного грея когда вырезал первые работы были тоже ужасные все приходит со временем как прорезаем по контуру подбираем на эту на чистоту забейте с ней с этой чистотой будет все потом у вас чисто поймете почувствуете резец некоторые учат там надо сразу резать учиться по волокнам чисто чистой резьбы это мне кажется что надо почувствовать резец вот кстати еще тоже можно вот так вот таким способом держите рука лежит эта рука подталкивает как бы резец это почти что не давлю вот этим пальцем поддавливаю вот так вот глубоко не делайте сколько тут миллиметра два конечно мне хочется почище сделать ладно ставим так вот потом сделаем с этой стороны завитушечку можно конечно потом все это зашкурить шкуркой никаких косяков не будет вот я шкуркой последнее время вообще отказался что-то делать после шкурки волокнасть поднимается ну ладно это не буду рассказывать вот так вот тут мне интересно пока так отрежем некоторые конечно вышкуривают там до идеала что даже не отличишь что-то я смотрел нарды тоже вроде там делаем такие вышкуривают там вылезаны до такой степени что закрашены и даже не скажешь что это сделано руками и из дерева как пластмассово получается в последнее время я сейчас покажу отказался от этой шкурки например маску вот вырезал вот это вот эти все выемки вот здесь вот видите чтобы ручная работа она была видно что ручная работа не какой-то пластмасс это ну кому кто хочет можете вышкурить кстати можно зажать еще сейчас может зажгем еще как вариант вот эти косяки все скрыть можно еще добавить здесь такие полоски чеканкой можно еще кстати да кстати сейчас покажу еще способ как скрыть скрыть вот эти все косяки так переворачиваем раз 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 сегодняшняя наша задача заточить резец чтобы он резал хорошо и просто почувствовать ваше это не ваше вообще понравится не понравится а потом уже будем изучать волокность это как по волокнам резать геометрию как более правильный кто-то может и меня осудит что я сразу не учу там но я по себе как говорится как бы мне вот хотелось чтобы мне объяснили чтобы я попробовал так как я учился на ютубе тоже много что очень было непонятно так что пишите обязательно комментарии нравится или не нравится продолжать мне снимать или я не буду снимать если никому не нужно это время тратить тоже вот скрыть как косяки вот эти незачеты болтаться вот эти какие болтаться можно так под убрать маленькой просто берете не надо мудрить отвертку крестовую и зачеканить таким способом можно либо шилом шила отвертки у всех дома наверное есть шилом дольше но она симпатичнее получается отверткой быстрее вот так вот весь контур продолбил легкими движениями сейчас я продолблю и включу на столе долбить шумно слишком получается соседи ругаются еще на колянке она меньше шумно вот так вот зачеканил тверточкой уже видите меньше видно все косички эти скрылись боковушки тоже зачеканил давайте еще попробуем зажигаем горелкой горелка наверное не знаю у всех есть в принципе я думаю даже это на газовой плите можно зажечь сейчас попробуем газовые горелки наверное тоже не у всех есть вот так вот вот так вот не знаю равномерность получится нет ну как бы показываю в домашних условиях в домашних условиях все эти ворсинки сгорят и можно будет покрывать уже маслом можно ничего не покрывать лучше покрыть маслом или масло воск тоже отдельная тема как ее сделать там надо ну можно на ютубе найти как сделать масло воск в домашних условиях там тоже ничего трудного свечка надо этот припой не припой как он называется то не суть сегодня покрывать ничего не будем ну на газовой плите как-то все равно не то пальто что лучше все равно прикупите стоит баллон 150 рублей да вот эта штучка 250 все таки горелка есть горелка но то есть поток по 1 а вот 3 2 4 5 и 3 5 потом берем наждачку у березы волокна не такие как у сосны сосна после обжига вообще красиво становится там прорисовываться все волокна можно было не обжигать так ставить беленько можно обжать просто после обжига ворсинок не остается все гладенько заморить лучше морилкой водно водно использовать если можно в принципе то и какую-то на химикатах это уже меньше экологичным будет резать в принципе на этой стороне будут так что можно и с этой стороны покрасить лаком можно тоже в принципе водно водно основе но он быстро слезет масло на в глубину уходит ну не знаю кому-то кому помог объяснил судить вам говорится такой вот получился у нас цветочек сегодня все легко и просто как бы из подручных средств что можно купить доступно прям в этот же день на следующий можете купить пойти попробовать но до скорых встреч спасибо за внимание жду ваших комментариях по этому поводу ладно удачи